привет дорогие друзья это мое первое информативное видео в 2023 году в этом видео я покажу вам некоторые по моему мнению интересные места любляны столицы словении где я живу и расскажу о наиболее доступных на данный момент способов переезда в словению свое видео я начинаю на смотровой площадке наверху одного из самых узнаваемых зданий словении это 70 метровое 13-этажное здание которое называется по-словенски неботечник а по-русски будет просто небоскреб по нынешним меркам 13 этажей это уже совсем не считается чем-то особенным но на момент окончания постройки а это 1933 год это здание было самым высоким зданием югославии и занимала по высоте девятое место из всех самых высоких зданий европы сейчас наверху приятное кафе где можно выпить чашечку кофе а также полюбоваться видами любляны подняться в кафе можно или на лифте или по интересной винтовой лестнице вход на смотровую площадку бесплатен с великолепных видов любляны я и начну свой рассказ о переезде словению на 2023 год вариантов по переезду в словению всего три это работа в словении это обучение в словении и это воссоединение семьей по сравнению с 2022 годом по вариантам изменений нет но изменились некоторые условия для получения внж по работе и воссоединение о нововведениях в этих вариантах и о самих вариантах я расскажу в следующем видео а сейчас расскажу более подробно о варианте по моему мнению самым оптимальным на сегодня для переезда в словению и это вариант по обучению вот уже почти шесть лет как я семья переехал в словению в течение этого времени мы приобрели опыт обучения в гимназии в университете любляны на разных факультетах пал된 кавриате и магистратуре сын закончил бала кого ряд экономического факультетов университета любляны на английском языке сейчас он учится магистратури на словенском языке а младшая дочь закончила гимназию в любляне и И сейчас учатся в университете Любляны на филологическом факультете по специальности славянский, английский и немецкий языки. Любляны на филологическом факультете. Любляны на филологическом факультете. В свое время этот район был отдельным поселением. В Любляну он не входил и получил он свое название от раков, которых в местных водоемах водилось в огромном количестве. До озер я не дошел, так что подтвердить, к сожалению, эту версию не могу. Машину я припарковал на бесплатной парковке рядом с главной достопримечательностью раковника. Это римско-католической церковью Марии-помощницей. Церковь по местным меркам новая, построенная в начале 20 века. А вот справа строение – это часть огромного особняка. В 17 веке люблянский адвокат, уже и в то время адвокаты жили хорошо, Иван Бучер построил здесь свой самый настоящий дворец. Некоторые части этого дворца дошли и до наших времен. Пока вы будете любоваться раковником, я продолжу свой рассказ о обучении в Словении. И что очень важно для всех верхних возрастных ограничений для поступления в высшее учебное заведение и в учебное заведение для взрослых в Словении нет. Также первоначального знания хоть какого-то языка на большинство факультетов не надо. Одним словом, любой может поступить в Университет Словении и обучаться в нем. Сейчас я буду делиться с вами своим субъективным мнением и расскажу вам про то, почему я считаю, что в данный момент вариант по обучению – это самый оптимальный вариант для переезда в Словению. И про то, какой вариант по обучению нужно выбрать. Их на самом деле немало. Начну с небольшого экскурса в систему образования в Словении. Детский сад трогать не буду. Начну со школы. Ведь все образование в Словении имеет общее название «школа». Итак, школы в Словении бывают основные. Это с 1 по 9 класс. Средние – это гимназии 4 года. Средние – технические и профессиональные школы. А также высшие школы – это университет. Школы есть частные и государственные. Обучение в государственных основных школах в Словении для всех бесплатно, в том числе и для выходцев из третьих стран. Оплата идет только за экскурсии, учебные материалы и питание. Основная школа обязательно, и дети идут в основную школу с 6 лет. Для бесплатного поступления в Словенскую основную школу вашего ребенка нужно, чтобы у одного из родителей было ВНЖ и прописка. Средняя школа не является обязательной. Средняя школа может быть общеобразовательной – это 4 года обучения с последующими экзаменами – и направленной на обучение по определенной профессии – это от 2 до 5 лет. Среднюю школу подача заявлений начинается в феврале и проходит в несколько этапов. Обычно к маю все ходовые места уже укомплектованы. Для бесплатного обучения в Словенской средней школе вашего ребенка один из родителей или опекунов должен быть налогоплательщиком в Словении. Следующая – высшая школа. Это университет включает в себя балаковариат, магистратуру и докторантуру. Для бесплатного обучения в Словенской высшей школе в университете должно выполняться два условия. Первое – это ваш ребенок должен иметь ПМЖ в Словении. И второе – он сам или один из его родителей, опекунов, должен быть налогоплательщиком в Словении. Все эти варианты с бесплатным обучением подразумевает наличие минимума ВНЖ у одного из родителей. Итак, переходим к самому интересному. Что же делать, если ВНЖ еще нет и оно будет первым? Как получить первое МНЖ по учебе и куда и зачем поступать? И есть ли какие-то возрастные ограничения? И повторю – возрастных ограничений нет. Для поступления в высшее учебное заведение нет никаких возрастных ограничений. Ура! То есть любой желающий в любом возрасте без знания языка может поступить и обучаться в университетах Словении. Так, что касается моего мнения, то я считаю, если выбирать, где учиться, то в первую очередь нужно обратить внимание на обучение в ВУЗах. Так как именно обучение в ВУЗах имеет ряд преимуществ перед другими обучениями. Почему именно обучение в ВУЗах, спросите вы? Ведь есть более дешевые варианты обучения для взрослых в Словении, на основании которых можно получить тоже в ВНЖ. Друзья, следующая достопримечательность – Любляны. Переносимся в ботанический сад Любляны, который находится всего в паре минут езды от Раковника. Парковка здесь первые два часа бесплатная, но надо не забыть указать час начала парковки, иначе может прилететь штраф. Сам был свидетелем этого процесса. Люблянский ботанический сад – это главный ботанический сад в Словении и самый старый в Юго-Восточной Европе. В 1810 году его основал полководец Наполеона Мормон, первый генерал-губернатор Иллирийских провинций. Прогуляемся по ботаническому саду и продолжим наш разговор о обучении в Словении и почему в приоритете именно высшее образование. Кстати, если кому нужна помощь при поступлении в ВУЗы или учебные заведения в Словении, не стесняйтесь, пишите на мою почту, отвечу всем. Итак, продолжаю. Здесь я всех поделю на две возрастные категории – до 26 лет и после 26 лет. И объясню, почему именно этим категориям, по моему мнению, оптимальным будет поступление в ВУЗ. Во-первых, обучение в ВУЗе – это уже огромный плюс для поиска работы в дальнейшем. Работодатели в вакансии указывают необходимую для будущего работника ступень образования. И, разумеется, при получении высшего образования в Словении выбор вакансии будет выше, нежели для того, у кого не будет этого высшего образования. Также люди, получившие высшее образование в Словении после 7 лет законного пребывания в Словении, могут подать заявление на получение гражданства. Ура! Через 7 лет – достаточно быстро. Во-вторых, в Словении есть такая организация, как студенческий сервис, который предоставляет работу. Пока ты студент и учишься. Кстати, с 21 января 2023 года подняли минимальную оплату для студентов до 6,92 евро в час. Брутто! Максимум я видел по объявлениям 25 евро. Записаться в студенческий сервис, как студент, очень просто. Накладываешь аппликацию в студенческий сервис, регистрируешься, выбираешь, какой вид деятельности тебе подходит и получаешь доступные варианты. Работа предлагается самая разная. Можно работать по специальности, чтобы без работы не останетесь. Это 100%. Право работать через студенческий сервис имеет все младше 26 лет, обучающихся в любых учебных заведениях в Словении. А вот тут внимание! Если вы старше 26 лет, то право на работу вы имеете только обучаясь в ВУЗе. Вот так вот. В-третьих, для студентов ВУЗа в Словении большие преференции и скидки. Ура! Переходим к скидкам. А, транспорт. Например, сезонка полюблянина любой вид транспорта стоит 200 евро на год, что составляет 20 евро в месяц. Июль и август бесплатно! Билет на одну поездку стоит для сравнения евро 30. Это 90 минут. Также большие скидки на транспорт по всей Словении. От Ботанического сада через новый пешеходный, открытый в 2009 году, 38-метровый мост. Идем на обновленную набережную Любляницы, известной под названием Шпица. Название, кстати, происходит от заостренной части земли. Шпица, как говорят и в Африке, Шпица. Когда-то Шпица была излюбленным люблянским местом для купания люблянчан. А сегодня это место для купания, загорания на солнце, а также пожирания пищи, которую несут жители люблянные для нутрий. Нутрии стали своего рода еще одной из знаковых достопримечательностей люблянных, которые любят люблянчане и гости столицы. Но, немного отвлекся от темы и продолжу дальше. Б. Еда. Каждые 4 часа вы можете есть. И часть расходов на еду в виде студенческих Бонни покрывает государство. Например, обед в Макдональдс. Это любой бургер, салат, картошка, яблоко, пирожок или мороженое и вода обойдутся вам всего около 2 евро. Бонни принимают во многих местах общепита. Переходим к следующему пункту. В. Это медицина. Медицина. Любой студент может получить квалифицированную быструю медицинскую помощь через студенческую поликлинику. Студент должен иметь при этом медицинскую страховку. Кто живет в Словении, понимает, о чем я говорю. Так. Следующий пункт. Это музеи и достопримечательности. В Словении и не только по всей Европе. Для студентов везде скидки. Напомню, что все эти скидки, преференции невозможны для людей старше 26 лет, которые поступают в учебное заведение для обучения для взрослых. Ни в коем случае. Итак. В-четвертых. Вступительных экзаменов и сертификатов знаний языка. Есть исключение, например, факультет журналистики, конечно, для поступления на балаковариат. Вузы не надо. Прошли ли вы конкурс или нет, будет зависеть от ваших школьных оценок на родине и от количества поданных заявок конкретно по факультетам. В-пятых, друзья, для студентов упрощенная процедура открытия своего банковского счета. Ура! Да, со счетом сейчас полная жесть. Я еще не знаю ни одного случая, когда студенты вуза отказывали в открытии своего счета в Словении. Итак, надеюсь, я вам показал разницу между поступлением в вузу Словении и поступлением в учебное заведение Словении для взрослых. Здесь однозначно, опять же, по моему мнению, мнения у всех разные, преимущества за вузами. А теперь подойду с точки зрения коммерции и экономии денежных средств, что немаловажно, сравнив два варианта иммиграции в Словении по образованию и через открытие своей компании. Через компанию ежемесячные расходы по содержанию своей компании в Словении при поверхностном расчете составляют минимум порядка 500 евро в месяц, в год порядком 6 тысяч евро, за два года порядком 12 тысяч евро, за три года 18 тысяч, за 4,24 тысячи, за 5,30 тысяч и т.д. Через образование стоимость обучения в вузах в Словении от 3 тысяч в год. В каждом вузе, конечно, свои условия, но в большинстве, если вы остаетесь на второй год, что практически вполне реально, учитывая, что обучаться вы будете на языке, который совсем не знаете, то второй год бесплатный, друзья. Есть, конечно, определенные условия перехода, например, сдача за год минимумом трех экзаменов. Это, конечно, надо уточнять заранее. Но вы получаете два года по цене одного от 3 тысяч евро. К расходам сюда можно добавить еще обязательную студенческую страховку, но она слегка перекрывается всеми скидками и преференциями. Итог. Расходы за два года от 12 тысяч евро по работе своей фирме и от 3 тысяч евро за два года по обучению в вузе. Ну, выбор здесь, друзья, по-моему, очевиден. Заканчиваю свой репортаж из Любляны. Наверное, в главной достопримечательности Любляны – это сказочном замке в Люблянском Граде. Замок находится в географическом центре Любляны и, как свойственно многим городам, развивающимся по принципу колец, именно отсюда начинаются городские годичные кольца жизни. Вообще, город, по моему мнению, очень похож на дерево, которое за свою жизнь накапливает множество колец. Мне нравится это сравнение, потому что считаю, что город, который развивается именно по этому принципу, имеет большие перспективы на дальнейшее развитие. И считаю, что Любляны в этом плане – очень большие перспективы. Немного истории. По непроверенным данным, человек здесь находился еще за 12 веков до нашей эры. Строительство же самого замка началось в 12 веке, и с тех пор он разрушался, потом строился заново, опять разрушался, строился заново, и для чего только он не использовался – для госпиталя, для арсенала, для обороны, для размещения бедняков и даже для тюрьмы. Замок находится на холме, из холма открываются виды на многие-многие километры. На холм можно подняться на фуникулёре, пешком, а также на автомобиле. Парковка бесплатная. Парковка бесплатная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пока вы будете любоваться замком и окрестностями, и действительно потрясающими видами, продолжу свой рассказ о обучении в вузах Словении. Так, следующий пункт переходим. Как поступить в вуз Словении? В Словении, друзья, 5 основных университетов. Это Люблянский университет, университет Морибора, Приморский университет, университет Новогорица и Новое место. Образование в университете для россиян платное, цена зависит от факультета и университета. И теперь расскажу, основываясь на личном опыте и опыте наших знакомых, о том, как же поступить в университеты Словении. Документы в университет начинают принимать с февраля. В это время на сайте университета появляется бланк электронного заявления, куда вы вносите свои личные данные, имя, фамилии, как загранпаспорт и прописка гражданства, сведения о своем образовании. Анкета будет на славянском языке. Для подачи документов вы можете выбрать три факультета в каждом университете, которые вы укажете по пунктам. Первое – это желание, второе желание, третье желание и так далее. Причем первое желание будет рассмотрено первым. К заявлению прилагайте переведенные копии, аттестаты за 9 класс, 10 класс и 1 семестр 11 класса, если еще не закончили, конечно. Переводите все сами, либо обращаетесь к переводчику, а затем заверяете перевод в школе. Перевести достаточно на английский язык. В администрации университета прекрасно говорят и читают на английском языке. Для тех, у кого же есть дипломы окончания школы, то его апостелируете и переводите у судебного переводчика. К вышеуказанным документам вы прилагаете копии загранпаспорта, первой страницы с фотографией. У вас возникает резонный вопрос. Как я могу подать документы в университет, если я еще не закончил или не закончил и школу? Или у меня нет апостелированного диплома? Отвечаю. В это время вы просто заявляете о своих намерениях, занимаете место и даете информацию о себе. И если вы не дадите заявление в первый срок подачи заявлений, во второй срок вас не примут друзья. Вот такая фишка. Следующий момент. Какой факультет и университет выбрать? Очень важный вопрос. По выбору факультетов. Во-первых, конечно, ваше желание. Во-вторых, смотрите квоту факультетов на сайте. Сколько мест выделяется для иностранцев жителям третьих стран? Возьмем, к примеру, медицинский факультет. В 2022 году была только одна квота для иностранцев. Соответственно, шанс поступить на медицинский факультет любляны, возможен только, если вы закончили медицинский колледж с красным дипломом. По поводу экзаменов ЕГЭ. Выбирайте те, которые необходимы для поступления на соответствующий факультет. Например, биотехнический факультет любляны. Сдаете биологию, химию и пожелания в физику. При отличных результатах шансы на поступление будут достаточно высокие. Сертификаты ЕГЭ российской школы вот уже несколько лет не выдают. Все результаты ЕГЭ хранятся в электронной базе данных. Вы самолично делаете форму, куда вносите результаты данных, вами экзаменов, либо это делает ваша школа. Переводите на английский язык и, главное, расшифровываете полученные данные. Например, 70 баллов русский язык – это четверка. В Словении, друзья, пятибальная система оценивания знаний. Поэтому, если у вас какая-то другая система исчисления, например, Украина десятибальная, то делаете расшифровку, соответственно, с пятибальной системой. В первых числах июня из университета на ваш почтовый и электронный адрес придет письмо, где вас попросят до 1 августа дослать документы. Это аттестат об окончании средней школы, обязательно постелированные, переведенные на славянский язык. Выписки об успеваемости за 9, 10, 11 классы, переведенные и заверенные. Короткое резюме о своем обучении в свободной форме. Результаты ЕГЭ и их расшифровка. И, конечно, ко всему прилагайте копию своего загранпаспорта первой страницы с фотографией. Все это собираете, сдаете самолично, либо отправляете по почте. Обучение в университете начинается 1 октября. Ответ о вашем зачислении вы получите до 10 сентября. Ваши документы после получения администрации университета будут переданы на факультеты, где и примут окончательное решение. Факультетов много. Всего несколько из них преподают на английском языке, остальные на славянском. На некоторые факультеты, например, факультет журналистики, принимают только с сертификатом о сдаче экзамена на знание славянского языка. На других факультетах, если вы будете учиться на славянском, экзамен на знание славянского языка вы будете сдавать при переходе на второй курс. Не обольщайтесь по поводу славянской языковой группы и легкости славянского языка. Язык достаточно сложный, много сходного, не всегда вам это помогает, иногда даже очень даже мешает. Часто университет, кстати, устраивает летние интенсивные курсы языка. Какие же мои дальнейшие действия? Как получить ВНЖ по учебе? ВНЖ по учебе в Словении получает на основании поступление в учебные заведения. Вся процедура несложная. Нужно заполнить соответствующее заявление, приложить фото, как на шенген, справку о несудимости, медицинскую страховку, справку о поступлении в учебные заведения и источники материальных средств для проживания. Это либо спонсорское письмо от родителей, ваш личный счет, зарплата родителей и так далее, в зависимости от ситуации. Документы на ВНЖ по обучению можно подавать, как в фасольце Словении в России, в своей стране, так и в управной еноте Словении. Но я бы определенно рекомендовал приехать в Словению по шенгенской визе и уже здесь, находясь на месте, подать документы на ВНЖ. После всех этих мытарств получайте ответ о вашем поступлении или не поступлении. Если вас принимает, то вам предстоит пройти еще ряд административных процедур, вам выставляют счет, вы должны его оплатить, заполнить еще несколько заявлений. Ну и, друзья, самое интересное и самое важное из этого ролика, что я хотел вам сказать, что если вдруг вам понадобится помощь в анализе высших учебных заведений, а что это включает количество мест, наличие конкурса, анализ данных по итогам последних лет, квоты на иностранцев, жителей третьих стран, создание персонального профиля на сайте университета, подача заявлений на выбранные факультеты во все выбранные учебные заведения, список документов, обязательных для подачи в учебные заведения, требования к оформлению документов, список документов для подачи на ВНЖ, образцы заполнения анкет и помощь в заполнении, то, пожалуйста, обращайтесь к нам. Контакты в описании. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в Словении. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!